Я рад приветствовать Собирателей Душ на канале Дмако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем исследовать пахучие глубины в игре под названием Dark Souls Remastered. Ну что же, дорогие друзья, давайте продолжим. Как вы помните, остановились мы в данном месте. Гори оно пропадом всеми огнями сатаны. Я не знаю, что еще пожелать. Хочется пожелать чего-то очень отвратительного, ничего на ум не приходит. Так, я побежал, короче, за своими душами. Я надеюсь, как-то я доберусь оттуда по-простому, но встретимся уже там. Ну что, я на месте. Во-первых, есть какой-то проход вот сюда. Мы можем там куда-то выйти. Там, походу, то ли дверь закрыта, то ли что-то в этом духе. Смотрите на потолок. Вон она, тварь эта, висит, которая меня убила. Что самое интересное, она единственная, которая есть на потолке, а больше нигде нет ни одной пасхудины. Она одна, единственная. Именно на нее я попал. Как мне так должно было свистеть-то? Я даже не знаю. Но все равно пахнет ловушкой. Ага. Иди в пень. Какая жижа-то отвратительная. Заметьте, да, как она выглядит. Пасхудно. И вот эта крыса меня тоже пугает. Просто даже потому, что... А если я в нее стрельну из лука, она наверняка же свалится, да, за жижа? Потому что у меня ХП сейчас нет вообще. У меня, то есть, очень мало из-за проклятия здоровья. Я просто за это переживаю. Давайте я просто шмальнусь. Нет, может она свалится. Потому что мне надо свои души-то забрать, и я туда не подойду даже. Или я могу... Ну, я не хочу рисковать, короче. Давайте лучше стрельнем. Сейчас все будет... В лучшем виде. Так, давай. Оп. О, куда ты? Ааа. В лучшем виде. Да, ну. Я либо в нее не попадаю. Во-о-о-о. Как там убрать-то? Ага, во. Давно луком не пользовался. Давай, жижа, давай. А то мщу тебя за все то, что ты со мной сделала. Держи меч. Вот интересно. А я, конечно, проверять не хочу. Но мне просто любопытно, как она гасит, если она подползает ко мне. Она что делает? То же самое, что и когда она на башку падает. То есть, если слишком близко подойдет, она может, короче, типа, прыгнуть мне на лицо и сделать смертельный удар. Все, оживление. Я жил. Сюда иди. Так, тут в этих тырках ничего нет. Я чувствую, что она меня заманивает. Тут прям... Прям чуя. Смотрите, а там дверь какая-то. О, ну ты даешь. Ты с это драться даже не хочешь. Типа, я не хочу драться. Я за мир. А может быть, это хитрая крыса. Которая думала, что я, типа, на нее побегу. Вот как вот эта вот. Такая, ты на меня побежишь. Так вот, она, может, думала, что я на нее побегу. И тогда, короче, типа, вот эти слизни попадают на меня и начнут меня атаковать. Я такой весь а-а-а, слизни и умру. Как, в принципе, было приблизительно в прошлый раз. Давайте попробуем открыть, посмотрим, куда это идет. Просто любопытно открыть. А, я это место видел. Помните, да? Здесь большая крыса... О, фу, чувак, ты не пугай. Тут большая крыса погуляла. Ну, поползли. На свой страх, как говорится. Ох, екперный театр. Ты посмотри, что здесь кровавых пятен. Ну, одно-то кровавое уж точно есть. Ну, тогда заценим. А, он туда. Я туда. Ха! И все. И умер. Да? И умер, да. Он туда и погиб. Отчего? Жижу не вижу. Кто-то напал на него. Это очень непредсказуемый. Там целая орда крыс. Вы видели, сколько там крыс? Там очень много крыс. Давайте в другую сторону сходим. Мне все-таки надо как-то так пробраться, чтобы я дошел до костра. А вот и костер. Шикарно. Ашалован, пиас. Я до нужного места дошел. Давайте все, давайте качаться. Нет, столько душ. Мне надо это все потратить. Давайте в начале починим снаряжение. Не шибко. Дорого эта починка мне обошлась. А теперь давай улучшать. Так, усилить оружие. Могу ли я тебя усилить, мой меч? На последний-то на плюс пять. Ну-ка. А, вот же он у меня сразу светился. Сколько там надо? Три, да? У меня одного осколка не хватает. Я же вроде купил один. У этого. У меня было вроде два, я купил один. Нет? Ну ладно, короче, походу нет. Окей, давай тогда будем улучшать уровень. Новый уровень. Мне бы хотелось выносливость на раз хотя бы. А лучше даже на два. И вот на хпшечку. Вот это было бы вообще в цвет. Все, мне больше ничего не надо. Силы мне хватает. Я довольно легко сейчас всех разломываю. Так что... Вполне. А вот хп и выносливость мне как раз... Не хватает. Ну погнали. Так. Так, дядька стоять. Очень неприятно. Ты мне крайне неприятный, дядька. Молодой год. Ты был мне неприятен, а теперь ты и не что. Так, ну погнали, погнали сюда. Ну, теперь вообще ничего не страшно. Пойдем просто безрассудно смотреть, что там. О, они разбегаются? Вы типа боитесь меня? Не ловушка, что ли? Не, ну вот так-то... Правильно делаете, что боитесь. О, большая секира. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Корп. Ха-ха-ха. Да хватит. Мне шуба не нужна. Что опять не нужно? Ну, чувак, наверное, чел. Отвечность. У крысы откуда? Уже не... Призрачная стена впереди. По-моему, у меня кто-то дурит. Смотрите, тридцатку даже поставили же ему. Никакой призрачной стены. Это же обман. Чистой воды. Ну, почему тридцатка доставят ему? Может быть, она на каком-нибудь НГ плюс открывается, эта стена? Я не знаю. Что даже... Просто ощущаю себя обманом. Так, смотрим на потолок. Никого. Как я рад, что я из этой жижи и все выбрался. Дошел до костра и прекрасно себя чувствую. Короб. О, фу, крыса проклётая. Да, тварь. Надо ещё бабку эту найти. Что-то так пятно. Вот эти крысы, они коварные. Это мне что, в вашу ловушку крысиную, да? Не, они просто убегают. Может быть и нет. Я думаю, что сзади будут крысы. Хоп-хоп так вот. Опа, крыса. А? А? Страшно? Мне да. Крысиная. О, отходим, отходим. Отходим, отходим. Кровотечение сбиваем. Мы тут точно были? Ну или... Мне может кажется, конечно. Вот тут, вот тут, получается, мы с вами видели, вот эта жижа была, да? Я ещё и поиздевался над крысой. Ха-ха-ха. Всё это я помню. Лебоян. А вроде как бы и всё. Ну давайте дальше. Душа. Хм. Как вы думаете? Эээ. Там крыса или, мне кажется? Да, крыса меня шутит. Крыса, иди ты сама вниз в канализацию. Я туда не хочу больше. Мы там были. И я, скажу тебе честно, нам там не шибко-то понравилось. А вот душа безымянного, а это прям всегда зазраслит. Так, тихо. Что-то тут есть. А это не та самая дверь, которую мы с вами уже видели. Да, походу, нет. Блин, вот есть два места, как минимум, да, куда можно сходить. Ещё есть одно место, вот там, куда мы с вами... Пойдёмте в большую дверь. Прям очень хочется посмотреть, что там. Возможно, там просто. Тут тоже что-то есть, я уверен. Но мы здесь тоже пойдём. Но, блин, попозже, может. Или нет? Ну ладно, давайте, раз мы пока здесь, погнали сразу. Я просто хотел в ту большую сходить. Ну, в принципе, всегда успеем. В эту расщелину я явно не пойду туда, в ту сторону. Там крысик эта, мне она... Хотя мы, по-моему, в этой зоне-то и не были с вами. Давайте посмотрим, что здесь. Босс, босс, не босс, босс, не босс. Нет, нет, просто локация. Что-то в тюрьму. А-а-а, так это мы тут были. Вот тут ещё три крысы. Вон они, да-да-да. Там дед стоял с этим, с бубенцом со своим названивал. Колдовать хотел. Чё ты бежишь-то? Чё разогналась? Там ништяк какой-то лежит, смотри, вдалеки. Получается, это мы с вами круг нарезали. Ба-ба-ба-ба-крыса. Нападай. Ангар. Я защищаться буду. И так. Она повесила на меня кровотечение? Нет, я от них не успела. Пошла вон. Так, подожди. Давайте вначале проверим. Всё проверим. Каждую стену. Я, может, неправильно проверяю? Вот как бы, ну, одну я открыл при помощи просто кувырка. И мне писали в комментариях, что вроде в этой части, вроде как бы, кувырком можно открывать стены. По второй части там нельзя было. Там надо было подходить и нажимать действие. Тогда только открывалась секретка. А в первой, я вот не знал как. Ну, может быть, ты думал, как демон там, по-моему, ударом открывали. Я только подумал, что, может, вначале ударом надо бить. А мне сказали, что и кувыркаться хватит. Ну, блин. Может, стоит сходить? Я вот даже не знаю, стоит, нет? По-моему, мы с вами были в этой области. По-моему, там мы были. Я могу ошибаться, конечно, но что-то проверять мне не сильно хочется. Погнали, короче, в большую дверь там. Я не знаю, там большая дверь какая-то была. Получается, эту туманную дверь мы с вами уже исследовали. Тут уже... Ничего нового. Так, а туда мы ходили? Или оттуда мы пришли? Я уже теряюсь в этих канализациях. Тут ты что поймешь? Пускаемся. Очень короткая улица. Число, все одинаковое. Тут стена на стене и стеной погоняет. Вообще все одинаковое. Единственное, только сейчас надо быть поаккуратнее, потому что... Эти-то чучундры ожили. Одного тут ползучая тварь. Вот она уже ко мне ползает. На! Интересно, у нее на другой тип какого-нибудь урона. Такое же сопротивление дикое. Так, вон еще одна жижа. А, я с этой стороны. Супер. Все правильно. И он тут на потолке висит. А где та жижа? Ау. Не-е-е! Хе-е-е! Так, ну и... И мы сейчас в большие ворота с вами пойдем. Посмотрим, что там. Надеюсь, там босс. Мы давно уже боссов никаких не видели. Не шупали, как говорится. А они ведь расстраиваются. Хотят быть шупанными. А мой понимаешь. Тут собака такая. Ну вот, вот. Ну а, ну пускай порежем. Так. И сюда. Да я еще не сходил. Да-да-да-да. Крыса меня тут заманивает в ловушку. Что-то куда это? Офигеть. Не, ну место просто шикарное. Вот из всех вонючих канализаций. Так это босс? Это босс! Смотри, это ж по-любому босс. Здесь босс батл будет. Шикарно. Возможно. Так нечестно. Я хотел туда протянула. Ладно. Может здесь где-то секретка. Не просто штак это место здесь открывается. Хотя может просто типа на посмотри по-любуйся. Как тут красиво. Типа не то даже не оставил какую-нибудь заметочку по поводу вас ловить что-нибудь. И не обязательно солнце. Так это... А, так тут спуск. Как-то темновато. Может это какая-нибудь стена секретная? Куров. Не. Куров. Не похоже. Так, ну давайте знаете куда. Я все-таки хочу в большую дверь сходить. Я понимаю, что походу мы здесь заходим. А может быть это новая локация открывается. Может это не босс, это чисто локация. Мы сейчас типа спустимся. Переход, да и... Вот эти ваши надписи? Они меня только расстраивают. Я такой типа... А что тут может быть? Пайкл потушен. Милочка. Не зря ходим, не зря. Тяжелый арбалет, тяжелый болт. Вот когда говорят, я болт положил. Представляете, что вот этот тяжелый болт человек именно и кладет. Так, сюда заходят. Ну все понятно. Это либо локация новая. Мы там типа пойдем вот туда, куда-то там. Вот разлом может быть нас переведет. Может куда-то. Может там ворота открываются где-то вдалеке большие. Либо это все-таки босс. Ну давайте наверх все-таки. Я схожу к большим дверям. Так, не туда, по-моему. Да я пошел? Куда-то... Куда-то же сюда. Куда-то сюда. К большим дверям сейчас сходим. Посмотрим, что там. Может там что-то очень интересное. Я уверен, что там что-то интересное. Крыса. Добро пожаловать. Так, вот сюда вот решеточка вот эта вот ваша. Опасного ничего нет. Разнеси. Нет. Тоже. Оу. Фига себе. Дядька, смотри, сидит. В козлячьей маске. Ты в прошлого раз видел, как меня убивали и не помог мне? Ну что, козел? Ну, в принципе, ты выглядишь как козел. Так, давайте кого разглядим. Шпак, шпак, шпак. Вы не против, сэр? Я на вас посмотрю повнимательнее. Смотри, так он, возможно, ученый. В соусе моченый. Очки у него какие-то солидные. Медалей, смотрите, сколько. Ходовоенный. Давайте разговаривать. Спасибо. У меня цикотов. Ну давай посмотрим, что там у тебя. У него смола есть. Смола. Ух ты, смотри, это что такое. Это прямой меч кристалла, какой-то большой меч кристалла. Это что такое вообще? Шесть тысяч стоит. Сто девяносто. А я могу посмотреть, да? На цена ци большой меч кристалла. Интересно, что он типа двуручный? Или большой меч? Тут где-то должно быть, кстати, да? Вроде упоминание о том, что какой тип оружия. Ну там вот я вижу, что это типа как бы большой меч написано. Обычная атака. Снижение урона. Ну это, кстати, вот справа это... Я забыл, что мы-то можем и мечом в двух руках в блок вставать. Это типа защиты. То есть если я бы блочил через меч. Кстати, этим тоже надо пользоваться, вы знаете. Когда ты ощущаешь то, что тебя пробивают, в любом случае, как бы берешь в блок, встаешь и все. Как бы хотя бы меньше урона получишь. Я так думаю. Это тоже грамотно. Так, ну тут я вроде как бы ничего такого не вижу. Вижу на ци и просто и все. Так, а это что такое? Кристальный щит. Вау, кристальный щит. А что он? Сотка, короче, защита от магии. Смотри-ка, у него огонь, молния. Прям вообще хорошая защита на 80. А сколько весит? Так, вес, вес, вес. 5 килограмм. Да, в принципе, хорошие предметы у него. Так, и есть броня какая-то. На которой у нас даже денег не хватает. Та, и там кто-то пробежал, мне показалось. Так, смотрите. Шлем Мудрого. Называется. Так, необычный шлем. Из древней области Зена. Из древней области. Интересно, где это у них. Где родился любопытный кузнец. Дом Нал. Дворога символизирует мудрость. Дом Нал. Дом Нал. Да? Тут то же самое. Роскошь медали символизирует славу. О, о, я же говорил. Символизирует славу, по-любому. Золотые браслеты символизируют победу. Ну, это прям такой герой, героический, героический костюм, да? Серебряные кольца символизируют жажду исследований. Ой, ну это прям, прям про меня. Прям вот герой исследования. Вот это медали мне нужны, рога. Вот нет, а вот все остальное, да. Так, ну давайте посмотрим. Насколько же все-таки она хороша. Эта броня. А они сейчас не сравнивают с моей? Нет, не сравнивают. 47, 13 килограмм. Очень так-то она нелегкая. Я вот с 10 килограммами броню ношу. Она 10 килограмм весит. Ну, интересно, 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 конечно. 5 килограмм. Я 4,7, у меня шлем, по-моему. Элитный шлем. Ну, или горгуль и шлем, неважно. Хорошие у тебя предметы, я тебе так скажу. А что с кристаллическими? Давайте посмотрим. Что за описание у кристаллических предметов? Полностью кристаллизованный прямой меч. Каким-то образом было создано такое оружие? Неизвестно, каким образом. Точнее, это вопрос, да? Кристаллизация повышает наносимый урон и делает клинок хрупким. Таким мечом невозможно пользоваться долго, так как его нельзя починить. А, вот в чем фишка. Вот почему такой урон дикий. Так это как бы нам не особо сильно нужно. Конечно, я думаю, он красивый. Полностью кристаллизованный большой меч. Каким образом ля-ля-ля делает клинок таким образом. Ну да, все то же самое. Большой меч обычная атака. Ну и щит, конечно. Повышает защиту от урона, но делает щит хрупким. Это, короче, это типа разовые предметы. Ну я не знаю, за разовые, ну не так уж и дорого, да? По 6 тысяч, в принципе, платить за разовый предмет, ну, вполне можно. Броня меня больше интересует, если честно. Я бы купил, наверное, себе. Ну, спасибо. Спасибо, давайте поговорим. Так ты выйди на улицу, то увидишь сразу. Какой ты скучный. Сидишь тут, понимаешь. Вряд ли. Хотя ценный конский. Ну, суть не в этом. Самое-то интересное то, что он сидит тут один уже столько лет, наверное. К тебе, если кто-то приходит, поговорил бы, хоть одичал, наверное, тоже, без людского общения. У тебя есть секретки? Я уже проверял, да, здесь. Скоро. Давай попробуем дверь открыть. Заперто. Короче, мы тут чисто мужика вот этого, да? Вам хочется с ней только пообщаться, и все. У вас палка в воздухе висит. Это магия? Это ты колдуешь, колдун? Ладно. Давайте-ка пошли тогда с вами. Пойдемте в ту чудесную дверь. Крыса, привет. Так. Чудесная дверь. Айда заценим. Что же там, что же? Ну, броня неплохая, вы знаете. И главное, что не одноразово. Это уже хорошо. Так, давайте зайдем. Да, это, походу, босс, ребята. Из глубин. Крокодильчик. Крокодил какой-то. Нет, это ящер какой-то там. Ящер. Ё-моё, ты фига! Эй, хрена себе, это мне сейчас не драться надо. О, хвост есть. Отлично. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я изничтожу тебя, тварь, но вначале хвост. Хвост, хвост, хвост. Хвост! 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 Да, хвост! Похоже, ей это не особо нравится, да? Чувствую, под ее рот-то лучше вообще не попадать. А-а-а! А-а-а! Так, два дупинка. Какое-то опасное, твоя гигантская, блин, какая же она красивая. Хвост-то, а нет! Пожопи, бей! О, что-то чувствую, к ней лучше близко-то не подходить. Она летает? А, ну, в принципе, что-то удивляешь, что у нее же крылья есть. Бежим! Так-так-так, походу, вот так вот это ее слабое место, да? Бьешь! О, тихо, кувырок. От греха подальше. В ногу! Коленку, коленку отрезай! Кувырок! Кувырок! Эй! Э-э-э-э-э, на жижу какую-то расхищу. Пиши, 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 пиши. Фух. Видал, видал, отравление, наверное, было бы, если бы попало. О, фига, попал от меня? Реально у нее такой гигантский рот. В руку, в руку бей Короче, ей надо вообще сзади стоять Вот это босс, я понимаю, босс Вообще, опять нарыгает, да? А у тебя хвоста нет, что ты там бьешь-то? Хвоста-то нет Нет, нет, нет Бежим, бежим Бежим, нарыгает Так, лучше к ней не подходить, к ногам Она когда ходит, она меня тоже задевает Вообще, рыгать мне, сейчас рыгать Уууу, мы пока ништяков соберем Бежим, бежим, бежим Нет Бежим, бежим, бежим Рот у нее шибко здоровенный Лучше не лезть Давай еще разок, пару раз Давай еще Последний Да нет Иди, 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 иди Нет Как так могло было быть? Ну как так? Ну блин, она здоровенная У меня меч гигантский И я просто насоплю Вот этой вот маленькой Ее не добил Ну что за дичь Я на весь Пошли забирать свое Ну красивый, красивый Прям вот выход отличный был Просто неожиданно, реально Я на чё я такой, чё там Торчат так вот, типа, по бокам Какие-то зубы, короче Думал, ну наверное, какой-то крокодил гигантский Ну типа ящер Ну не настолько же гигантский Это просто посмотреть Кто это придумал? Он просто гений Это настолько фантастическая тварь Что это Не передать словами Очень круто выглядит Смотри, хвост уже целый Сейчас режем заново Может еще что-нибудь дам Ваааа, вот тут ворачивающаяся тварь Ой, опасно, вообще Ой, опасно Да мои души Бежим, бежим, бежим Хвосту, хвосту, хвосту Может, еще дадут что-нибудь Все, да, ничего не дадут Ну ладно Душ может насыпать И душ не насыпать Так, лучше отходить в сторону Ну, в пень Ты видишь, она сейчас нацелилась на меня Тут босс противный Противный именно тем, что у него, как я понимаю Что вот эти зубы вообще трогать нельзя Иначе полный капец Он там сразу тебе дамажит А хвоста нет Нет хвоста, я тебе говорю Да Смотри-ка, задел Если бы у меня было, кстати, хп побольше Я бы сломал его, наверное, и в прошлый раз Да хватит, ну Давай уже там рожей своей падай И ползи Нюхач С маленьким каким-то дракошей Исторожей Сейчас я тебя по жопе Та-дам Пошел 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 Еще полетит, полетит А, выбегаем Он очень большой Конечно, его конкретно неудобно за ним следить Конкретно неудобно Я сейчас начинаю сомневаться, что там будут ворота В эту сторону Просто потому, что Эта тварь явно из глубины вылезла Ну что, отходим-отходим Что-то же своим огрызком Он умудряется каким-то образом Летят додобажить Предлагаю упасть с рожей Вот так вот И нюхать пол Пока я вас не убью Сейчас рыгать будет Нет Бежим, бежим, бежим Панч Сейчас рыгать, рыгать Нет Да Все опасное Ого Это было не так опасно Вот этим ударом Как-то понадежнее бить Опять взлетит Бежим, бежим, бежим Оке, оке, оке Рыгать Да Давай Устрой миг Отравленный вечер Бежим, бежим, бежим Сейчас же Сейчас же Вдарит О, рыгает, рыгает Бежим, бежим, бежим Бежим Нет, нет, нет Не вжижу Не вжижу Так, давай, давай Нюхай пол Я тут остойку борюсь Будет ты создал Тут такую тварь И тут оставил Так, начинается Она полетела Полетела Бежим Ага, ага Но если бы под рожью Ей под руки не лезть Она так-то изи Да я на ее прошлый раз бы ее убил Если бы я вот так вот На зубы на ее не нарвался Давай еще последний 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 Пошло, пидор Ой, ну красивый босс Что ты скажешь Просто обалдеть Как вы Ключи чумного города А чумного города Что какой-то город Еще есть чумной Это что типа Был не чумной Не чумное место Еще и город Есть Типа 25 косых С куста кусочка возвращения еще двойная человечность вот у меня проклятие бы излечил я бы порадовался ну смотри-ка тут двери что блин ну красивый же босс офигеть какой крутой я вот прям не знаю это пока самый впечатляющий хотя мы не так много видели опять же да и блин бабочка была красив нючая и это тоже ну просто обалдеть а это что такое здесь что здесь типа как ты сюда забрался до сможешь ли типа ты так можно же наверно прыжком типа ну ладно прыжком нельзя оказывается так как ты умер ну когда посмотрим как как неудачник как я умер да все возле стенки тебя зубом задело так голова уязвимость голова попробуй только в голову ее ударить когда он тебя ползет но по-любому наверно голова должна была бы быть уязвим потому что он даже видно да там получится тот маленький динозаврик ну или дракончик я не знаю что это было но там вот мы утопнем я уверен если туда пойду там потому что прям глубина глубина была он из этой прям глубины вылезла это существо оно вот тут жила да по этим стенкам ползала а вот там такое чувство что вы будто то ли отверстие какое-то лично отличающиеся что-то блин ну красиво красиво тот кто создавал дизайн прям молодцы тайная тропа в пире вот там такое чувство что что-то есть неизвестно насколько это что-то важное то есть падать то нельзя мы точно умрем такую высоту еще никто не переживал даже кольцо кошки из серой части ванны не поможет блин а там то явно дверь есть так смотри так погодь 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 так ну-ка тихо 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 надо залезть как-то я не знаю как но как-то надо залезть ты давай залази ирод так наверх с другой с какой-то стороны может быть это нельзя с другой можно так ну-ка погнали погнали посмотрим надо поискать потому что ну прям видно что там можно там помпись какие-то двери а я думаю что то не поможет зайти это возможно там и не пройду там может быть бордюр конечно меня вот этот бы и не пустил вот там явно есть дверь и дверь так я все-таки попробую залезть могут не получится но что-то я не могу может просто у меня не получается а может быть нельзя потому что я по крайней мере думаю что могут специально закрыли чтобы я не мог то есть это сделать может быть там ничего и нет может это просто все обычные ну как бы декоративные такие стены но с дверьми до отсюда тоже пытался запрыгнуть ну хотя бы хоть немножко побольше да вот этот угол бы был ну как-то он не хочет вообще запрыгивать мне вообще желание не хотя игры может быть я еще попробую смотрите ну вот сюда то я запрыгнул а там такой же бордюр может чуть повыше конечно но там точно такие же вот точно такие же двери как-то я смог запрыгнуть почему сюда не получается не здесь вроде повыше бордюр на чуть-чуть буквально на чуть-чуть не повыше но не получается короче ладно забили погнали дальше на нам есть куда потратить час души у нас с вами есть ключ это возможно стать вот эти ворота да сможет открыть крупные центральные которые мы с вами тогда не смогли открыть давайте быстренькому на нарядимся вообще с этим можно посмотреть оружие там офигенный какой-то мега супер топор и даже чего не смотрел но я пока бежал увидел что он у меня есть там ну когда хвост отрубил так как это мега супер убер штука я ее даже еще не успел рассмотреть обычный шлем смотрите это самый на на простой тип более-менее такого тяжелого доспеха да потому что у него вес совсем маленький относительно например даже вот шлема горгулий да я вот в час один давайте сравним все похуже конечно понятное дело да но у него во первых баланс такой же соблюдается то есть меня точно сбивать не будут сопротивлениями немножко похуже а тянет шанс вот этот шлем нас там 8 баланса тут 5 ну все статы конечно просаживаются я даже не удивляюсь просто в принципе потому что это все таки обычный шлем то есть ничего особенного самое-само простой на легионерок функции рядового прочный железный шлем очень распространенный вид защищи защитного снаряжения обеспечивает достойный уровень защиты было бы разумно защитить голову от стрел и другого физического урона с помощью прочного шлема согласен а логика в этом есть давайте оденем нашу доспех нашего рыцаря прочный кожаный доспех он кожаный оказывается наручи рыцаря и во всем рыцарском доходил кстати сейчас интересно я могу элитника таскать и как я буду себя чувствовать наручи элитного я все-таки на 2 поднял выносливость чувствую что этому тяжело и вполне возможно что даже броня никаким образом от этого это не влияет сам по себе ну то есть набор броня влияет вес не влияет сам по себе может быть доспех такой найти типа он такой как бы не особо сильный дает невозможность разогнаться или разгуляться прям как будто кому-то мне тяжело вот я реально ощущаю давайте обычно еще раз да нет так же я бегаю нет так же давайте элитном а тогда денемся так и давайте посмотрим что там у нас с прочным доспехом ну да он по-любому похуже хотя защита смотрите от молнии у него гораздо лучше от магии можно сказать что кожаный поэтому от магии получше ручный кожаный доспех доспех из толстой кожи очень распространены и защитного снаряжения обеспечивает достойный уровень защиты но принципе везде это пишется одинаковая тема на прикольно прикольно мне нравится хорошо что мы нашли восточный доспех у нас есть с вами кожаный доспех кожаный вообще можно выложить это явно не мой класс это для класса типа мага наверное лет типа вора что-то в этом духе для них это будет нормально переходим к оружию оружие вот что я хочу посмотреть посмотрите какая штука бы секира короля драконов большая видимо секира короля драконов очень большая она прям видно что я же гигантская бы назвал потому что пипец а посмотрите сколько урона 380 урона 50 сил и чтобы я мог полноценно этим оружием драться это просто капец 24 килограмма весит эта фиговина это же просто какая-то рванина но это очень круто большая секира типа таки обычный это секира из числа редкого а драконевого оружия толь на из хвоста разверстного разверстного дракона это типа слова разверу то что его так развернула про этот надо на это намекает дальнего видоизмененного потомка преснущих драконов чтобы выпустить мистическую силу секира ее нужно держать обеими руками давайте попробуем это сделать да я знаю здесь нет ее силы не порвет а офигеть это точно секира что-то это прямо на секиру то не похоже что какой-то кусок железа ко мне я еле хожу с ней держи обеими руками она настолько секира что просто капец я даже не знаю говорю как будто железо найти наросло просто на ней так ну давай походу я силу за него пущу потому что у меня не хватает сил странно не звучало вот я сейчас бью двумя руками ничего не происходит обычный удар то есть если бы она семья было 50 силами а тогда можно было посмотреть что она будет делать очень жаль но выглядит странно она не скажу что она типа красивая или что-то в этом духе она выглядит странно и вообще даже не понимаю принцип как и в принципе как она выглядит до гривсти бы потому что ну капец вот посмотрите что это такое такое чувство что две секиры спаяли в одну как бы да и типа я сейчас хожу может это так оно и есть непонятно вообще ладно давайте возьмем еще одно оружие которому с вами посмотрели а точнее приобрели у нас есть тяжелый арбалет мне это не так сильно интересно я перемотал уже не так это сильно мне интересно мне больше интересно до секира большая сидит вот 140 между прочим давайте-ка заценим на c у нее на 32 32 32 силы надо очень 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 долго качаться придется 140 атаки плюс 75 аскаляции но если честно сказать 32 да вот большой меч черного рыцаря мне кажется он посолиднее тоже 32 силы требует 140 этот наносит 220 и он у него на б от силы мне кажется это гораздо круче чем вот эта секира ну давайте ладно ну я да я в курсе но тут как бы вида что-то секира берем секира и бегу есть не полегче но бьют они все одинаково я думаю до секиры вода вот так то шикарная штука что там было то вот тут вот это вот прыгает здесь только что видел не прячься хвосты отрубать то самое то прям вообще огонь но дороговато конечно по силе так большая секира тип обычный это секира настоящая железная громадина она такая тяжелая что раскидывает врагов но чтобы орудовать ей нужно ничего не нужно не человеческая сила промах делает война у изъема каждый удар требует усилий всего требует усилия на всего тела до обалдеть какое оружие круто очень крутое оружие мы нас и насобирали с вами еще пока таскать не могу почему могу таскать хочешь не на я так это мне интересно правда она не особо-то сильно катит мне если честно потому что 93 урона учитывая что у меня мой меч наносит 108 как-то не особо сильно до хочется он даже выросла когда я взял в две руки или мне показалось не показалось наверно как она подсекает это вариант норм 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 ладно так нам надо самое проклятие как-то избавляться и отсюда то надо уходить это тоже а это призраки да вот эти гульни призраки а другие игроки догуляют сражаются смотри можно посмотреть как в коллизии прям вас лав солнце блин ну я не могу ваху чего нибудь сделаем там не знаю просто на рукой помашем зазывай идем все сюда на пир а тут что было написано нужно хвост дома курсе отчурбанили и хвост только в путь и косточка возвращения между прочим у нас с вами есть можем не легко воспользоваться и переместиться продак костром зачем мы и так до него добежим мы с вами полностью походу здесь локацию это зачистили потому что я сходил во все места куда можно было там конечно с крысой еще вместо она которая так это мы тут же можем открыть и теперь давайте вскроем походу это нам сюда да вот это походу мы открывать можем открыть да 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 чумного города это чумный город капец выглядит чумно там лестница мне бы до костра добраться признаться честно я буду благодарен есть кто а у щитом чуть-чуть умный город вот че признаться честно туда я идти не сильно хочу я помню у капит и посмотри сколько кровавых 5 тен это скелеты колесники я помню таких встречал но и на кладбище не по-моему попадались на то который рядом с нами было рядом с храмом огня это неприятные ребята я помню просто мне хочется потратить души вот если честно давайте короче мы с вами открыли уже хорошо пойдемте потратим души потому что чувствую здесь будет жесть прямо я ощущаю что здесь будет же скач я помню я ходил в подобные земли во второй части но я имею ввиду что они похожи конечно то тоже какие-то на было спускаться спускаться через колодец там просто рвань какая-то была и это было крайне неприятное место реально так теперь ты с вами будешь разговаривать не сильно ты хочешь от тебя возвращаться придется честно Мы везем с собой кота Ну круто получается Мы с вами сейчас уже проход открыли Можем теперь смело Идти Вот чумной веселый город Я бы погулял конечно В каком-нибудь другом еще месте Признаться честно Мне не сильно хочется Я не очень большой любитель Вот этих вот Темнейших мест Так новый уровень Мне надо сила Хотя бы на раз Давайте здоровье на раз Вот и отлично Так будет нормально Я больше выносливость конечно Но да ладно Она мне пока сейчас не сильно нужна Так а что стоит Прокачать это оружие Усилить оружие Хвост Тоже стоят осколки титанита В принципе это копеечная вещь Но мне они нужны для прокачки моего меча Мне надо еще одну единицу Так что я наверное пока тратить не буду Вот и подошла к концу Очередная серия по игре Dark Souls Remastered Ну что же дорогие друзья Наконец-то мы закончили с этими пресловутыми Отвратительнейшими подземельями Вот этими канализациями Но такое чувство что игра нас теперь тащит Не еще в более поганое место По крайней мере визуально оно выглядело отвратительно Не знаю что будет дальше Но посмотрим А пока не забывайте поставить лайк Особенно если вам понравилось это видео Не забудьте обязательно прокомментировать Обязательно подписывайтесь на канал Если этого еще не сделали Ну и конечно же жмакайте колокольчик Чтобы ничего не пропускать А с вами был Станислав Я всех вас крепко обнимаю Крепко целую и крепко люблю Увидимся в новых приключениях Всем пока